Привет всем, кто смотрел мой ролик про продленный прогрев свечей. И в этом видео я попробую наглядно ответить на возникшие вопросы и ваши комментарии. Итак, самый важный вопрос. А у всех ли дизелей так? И как эта лампочка проверяет свечи? Ответ есть в описании того видео. Но повторюсь, нет, не у всех дизелей так. Потому в конце видео я вас и попросил поделиться, как греются свечи на других марках и моделях. Итак, есть много разных систем прогрева. Разные свечи, с разной скоростью прогрева. С разным вольтажом от 4,5 Вольта и до 24 Вольта. И питание может быть импульсным. Все, питание на свечу пошло и сразу же прекратилось, да? А, ну вот так вот. Вот так вот она прогревается. Вам это видно, наверное, на камеру плохо. Мерцания редкие, но на самом деле они очень частые. Как стробоскоп. Вот такое идет на нее напряжение. Хоп, потухло. Где-то секунд 10. Так, выключаю заживание. А такая лампочка показывает лишь то, что идет питание от реле на свечи. И никакой диагностики свечей не будет. Так контролируется только реле свечей. Есть очень хорошее профессиональное видео о свечах и их прогреве. Очень рекомендую посмотреть всем. Самый частый коммент это, что люди это давно знали и успешно годами этим пользуются. Только ориентируется по щелчку реле, по просадке напряжения и освещении приборки, по вольтметру в прикурке и так далее. Честно говоря, я не смог услышать и увидеть, когда отключится реле в моей машине. Давайте вместе проверим зрение и слух. По видео определите, на какой секунде отключилось реле. А в конце ролика будет ответ. То же самое видео, но с лампочкой от реле свечей. Теперь еще раз напоминаю, разбираемся именно в мой случай. И комменты на то, что было показано в предыдущем видео. Итак, самый аргументированный и железный коммент это. А ты чё, самый умный? И на заводах инженеры дурнее тебя работают? А так свечей не напастешься. Если включилась и погасла лампочка на приборке, значит свечи исправны и прогрелись. И двигатель готов к запуску. Читай инструкцию. Нельзя дольше прогревать свечи. Свечи сгорят. Итак, если инженеры такие гениальные, то наверное 25 секунд питания свечей это и есть предохранитель от дураков. Или например, если мне надо для чего-то включить зажигание на более долгое время. Как например для какой-нибудь диагностики или еще чего-нибудь. Ведь именно 25 секунд надо для нормальной свечи, чтобы безопасно и полностью прогреться. И столько идет питание свечей у многих производителей. Индикатор свечей накала на таких системах работает по какому-то алгоритму. В зависимости от температуры воздуха, двигателя или охлаждающей жидкости. И ничего общего со свечами он не имеет и даже не знает работают ли свечи вообще. И время горения индикатора рассчитано для нового двигателя. С новыми свечами, с полностью заряженным аккумулятором. И нет никакой коррекции длительности горения индикатора по нагреву свечей. По состоянию двигателя, по степени зарядки аккумулятора, по включению фар. У многих Volvo фары включаются уже при повороте ключа. И другого дополнительного оборудования. И получается, что индикатор показывает, что свечи прогреты, а они еле теплые или даже холодные. И толку от них никакого. При предпусковом прогреве свечи греет аккумулятор. И это в моем случае 10,5 вольт, максимум 25 секунд. А после запуска свечи греются до минуты, а у других производителей и до 5 минут. А питание уже идет от генератора. И это в моем случае 13,5 вольт. И как вы думаете, когда легче сгорят свечи? Если вообще сгорят. Теперь о гениальном решении инженеров. Индикаторе свечей. Что скажут почитатели инженерного гения на то, что лампочка индикатора прогрева исправно меня информировала о прогреве свечей, но машина не заводилась. Свечи проверят. Хорошие. Оказывается, что лампочка на приборке показывает хрень, поскольку релье сгорело и свечи давно не греются совсем. Как же это гениально. Доказано. Лампочка на приборке в данном случае не знает ничего о свечах и их прогреве. И посмотрите, похоже ли это свеча на такую, которая прогрела камеру сгорания и приготовила двигатель к запуску. А это для тех, кто думает, что инженеры не ошибаются. И речь уже идет не о лампочке. Следующий коммент это. А что тогда так хреново завелся движок в видео? Отвечаю. После трудных запусков двигателя стартера слаб и у мужа-ружа был ремонт. И к тому же для съемки видео одна свеча была отключена. Но есть видео запуска при минус 14, минус 15 с продленным прогревом. И при минус 8 по индикатору. Я уже слышу супер знатоков комментаторов. Да вообще никакой разницы. Да там стопудово прогрел движок перед съемкой. Короче, вообще ни о чем. Но тут видно уже ничего не поделаешь. Видно, что индикатор горит дольше при более низкой температуре. Но дополнительный прогрев все равно облегчает запуск двигателя. Еще один крутой коммент про послепусковой прогрев до определенной температуры охлаждающей жидкости. Ты че, дурак? Как наморозит движок? За 40 секунд прогреет двигатель до 60 градусов. После пусковой прогрев свечей включается после запуска на какое-то время. Каждый раз, если температура охлаждающей жидкости ниже, чем нужно. А предварительный прогрев даже не включается совсем. У некоторых производителей после запуска свечи греют и до 5 минут. Для тех, кто хочет разобраться, как работает прогрев свечи на вашем авто, советую, выкрутив свечу, не присоединять ее прямо к аккумулятору, а использовать родной плюсовой контакт свечи и минус от корпуса. И включить прогрев. Так вы увидите, как реально греются свечи и ничего не испортите. И уж точно не делайте так. Если электрод искрит, то говорит о том, что спираль целая, свеча рабочая. Я вывел себе 12-вольтный диод в салон. И теперь точно знаю, когда идет прогрев свечи. Кому интересно, плюсовой провод идет в салон от выходного контакта реле свечей. А минус в любом удобном для вас месте на корпус. Ну а теперь, те, кто смотрел видео и слушал, когда же щелкнет реле и выбрал секунду, можете проверить свой слух и зрение. Если вы угадали, у вас глаз алмаз. А слух видно тоже алмаз. Поздравляю. Ну, а я слепой глухарь. И так, если это для вас свеча, которая приготовила двигатель к запуску, прогрела камеру сгорания, то, наверное, это полностью хорошо прожаренная рыба, которую можно с удовольствием кушать. И напоследок небольшой совет суперзнатокам-комментаторам. Может, прежде чем писать свой бомбический, остроумный комментарий, стоит иногда почитать, что пишут другие люди. И в данном случае это то, что подавляющее большинство пользуется этим методом долго, много лет и очень успешно. Так что, всем удачи!